Здравствуйте! Яна Рулдаева Гульжан Жагалбаевна, сеньор-лектор кафедры биотехнологии, кандидат технических наук. Тема сегодняшней лекции «Промышленная экология, производственная безопасность. Основные термины и определения». Человеческая практика дает основания для утверждения о том, что любая деятельность потенциально опасна. Ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Современная цивилизация столкнулась с огромной проблемой, заключающейся в том, что основа бытия общества-промышленность, сконцентрировав в себе колоссальные запасы энергии и новых материалов, стала угрожать жизни и здоровью людей, окружающей среде. Человек, работая на промышленном предприятии, постоянно подвергается воздействию различных опасностей. Средства массовой информации практически ежедневно сообщают об очередных инцидентах, авариях, катастрофах и других происшествиях на производстве, повлекших за собой заболевания, гибель людей и материальный ущерб. Причинами подобных явлений могут быть несовершенство технологических процессов и оборудования, износ технологического оборудования и его отдельных деталей, использование в качестве сырья и материалов горючих, агрессивных и токсических веществ, некомпетентность и ошибочные действия производственного персонала и многое другое. В реальных производственных условиях часто возникают ситуации, когда здоровье, а иногда и жизнь человека, зависят только от его своевременных и грамотных действий. Разрешение многих проблем, связанных с негативными последствиями производственной деятельности человека, способствует специальная учебная дисциплина «Промышленная экология и производственная безопасность». Цель видеокурса дисциплины «Промышленная экология и производственная безопасность» — обучение студентов теоретическим и практическим навыкам системы управления природопользованием и производственной безопасности на предприятиях в зависимости от отрасли экономики. Лекционный курс дисциплины разделен на две части. Первая часть посвящена вопросам «Промышленной экологии». Во второй части будут рассмотрены вопросы «Производственной безопасности». В результате изучения данной дисциплины студент будет знать основные положения экологического и трудового законодательства, санитарно-эпидемиологические и нормативные требования по промышленной экологии и производственной безопасности, результаты воздействия производства на окружающую среду, атмосферу, воду и почву, основы производственной санитарии и гены труда в учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний, основы электробезопасности и пожарной безопасности, мероприятия по снижению негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, методику расчета экономических последствий, травматизма и загрязнения окружающей среды. Республика Казахстан – это государство со стабильно развивающейся экономикой, в структуре которой ведущее место занимает промышленность. На ее долю приходится около 30% валового внутреннего продукта страны. Выгодное географическое положение, богатые запасы полезных ископаемых во многом определяют профиль промышленности Казахстана, в основном горнодобывающую, металлургическую, химическую и легкую промышленности, машиностроение. Правовые и организационные вопросы промышленной экологии и производственной безопасности базируются на основах Конституции Республики Казахстан и законодательных актов Республики Казахстан, основными из которых являются кодексы Республики Казахстан. Первый – это экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, трудовой кодекс Республики Казахстан, принятый 23 ноября 2015 года, водный кодекс Республики Казахстан 9 июля 2003 года, земельный кодекс нашей Республики от 20 июня 2003 года, закон о гражданской защите 2014 года, закон об обязательном экологическом страховании от 13 декабря 2005 года. Кроме этого, правовую основу промышленной экологии и производственной безопасности составляют акты, имеющие различную юридическую силу, подзаконные акты, указы президента Республики Казахстан, постановление правительства Республики Казахстан, решение судов и арбитражных судов, постановление министерств и ведомств, нормативные акты, издающиеся исполнительными органами власти в пределах своей компетенции. Наряду с этим основными нормативными правовыми актами по промышленной экологии и производственной безопасности являются государственные стандарты, государственные стандарты систем стандартов безопасности труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы, туда входят санитарные правила, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, санитарные нормы, строительные нормы и правила, своды правил по строительству и проектированию, межотраслевые правила по охране труда, межотраслевые типовые инструкции по охране труда, отраслевые правила, типовые инструкции по охране труда, правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности, технические регламенты по отраслям промышленности. Человек от рождения имеет неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Своё право на жизнь, на отдых, на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, он реализует в процессе жизнедеятельности. Они гарантированы Конституцией Республики Казахстан. В жизненном процессе человек неразрывно связан с окружающей его средой обитания. При этом во все времена он был и остаётся зависимым от окружающей его среды. Именно за счёт неё он удовлетворяет свои потребности в пище, в воздухе, в воде, в материальных ресурсах, в отдыхе. Среда обитания человека — это окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов физических, химических, биологических, информационных, социальных факторов, способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдалённое воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровье и потомство. Человек и среда обитания непрерывно находятся во взрослении эволюционного развития мира, составляющие этой системы непрерывно менялись. Совершенствовался человек, увеличивалась численность населения Земли и возрастал уровень его урбанизации. Изменялись общественный уклад и социальная основа территории освоенных человеком земель и её недр. Естественная природная среда испытывала всё возрастающее влияние человеческого сообщества. Появились искусственно созданные человеком бытовая, городская и производственные среды. На начальном этапе своего развития человек взаимодействовал с естественной окружающей средой, которая состоит в основном из биосферы, а также включает в себя галактику, Солнечную систему, космос и недра Земли. А биосфера — это природная область распространения жизни на Земле, включающая в себя нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавших техногенного воздействия. В результате эволюции человек, стремясь наиболее эффективно удовлетворить свои потребности в пище, материальных ценностях, защите от климатических и погодных взаимодействий, в повышении своей коммуникабельности, непрерывно воздействовал на естественную среду и, главным образом, на биосферу. Для достижения этих целей он преобразовал часть биосферы в территории, занятой техносферой, промышленными зонами, промышленными предприятиями. К техносферным условиям относятся также условия пребывания людей на объектах экономики, на транспорте, в быту, на территориях городов и поселков. Техносфера — не саморазвивающаяся среда, она рукотворна и после создания может только деградировать. В жизненном процессе взаимодействия человека со средой обитания и ее составляющих между собой основана на передаче между элементами системы потоков масс веществ и их соединения энергии во всех видов и информации. Человеку эти потоки необходимы для удовлетворения своих потребностей в пище, воде, воздухе, солнечной энергии, информации об окружающей среде. Для техносферы характерны потоки всех видов сырья и энергии, многообразие потоков продукции, потоки отходов, выбросы в атмосферу, спрос в водоемы, жидкие и твердые отходы, различные энергетические воздействия. В любом хозяйственном цикле образуются отходы и побочные эффекты. Они неустранимы и могут быть переведены из одной физико-химической формы в другую или перемещены в пространство. Техносфера способна также создавать спонтанно значительные потоки массы и энергии при взрывах и пожарах, при разрушении строительных конструкций, при авариях на транспорте.